Разбираем сайт интерьер и дизайн студии Алена Рожковская, дизайн среды, обитание человека. Алена Рожковская, дизайн интерьер, руководитель студии, влюбленная в дело, не беспокойтесь, мы все сделаем. Ну что ж, отлично. У меня здесь немножко затемнено, то есть камера показывает с большим осветлением, то есть по факту здесь темный рисунок и Алену видно очень плохо. Я бы вывел именно себя как хорошую фотографию и не как туриста где-то, а как эксперта на объекте, либо как-то более презентабельную фотографию, в которой человек может понять, что вы действительно там эксперт. Поэтому лучше всего фон можно оставить, но себя надо вывести нормально. Дальше, смотрим. Алена Рожковская, дизайн интерьер, руководитель студии, влюбленная в дело. Так, по-моему, это уже повторение, вы два раза на первом экране показали, рассказали, в принципе, одно и то же, смысла в этом нет. И не очень понятно, ну окей, если эта презентация хорошо, такой же совет, как в предыдущий раз, что если вы непонятно, как вы делаете, то как сюда люди попадают. Если люди знакомые с вами, то зачем мы с вами знакомимся, им нужен оффер. Если люди не знакомые с вами, то им интересней, чем вы полезны. Ну хорошо, ладно, давайте так это пока оставим. Лучше поменять, потому что на первой страничке можно посмотреть предыдущие мои комментарии, они в принципе похожи. Тоже лучше убрать, потому что оно уже было. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Ну, это такая заезженная фраза, которая ни к чему не обязывает, ни о чем не говорит. Что это значит вообще в жизни? То есть вы бы, что вот вы видите слоган на грузовике, который приезжает мимо. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. У вас какое впечатление происходит? Что вот прям, что люди о вас лично заботятся? Да нет, вам приходит впечатление, что просто не знали, что написать и написали какую-то общую фразу. Нет, так не работает. Поэтому какие бы вы теплые слова сюда не вкладывали, это писать не нужно. Это тем более таким большим буквами, это не подойдет. Что писать надо и что делать надо? Надо писать, чем вы полезны. Единственное, что волнует человек, который сюда зашел, чем вы можете ему помочь? Что конкретно вы делаете? Не надо вот абстракцию навязывать, и вы сами себя хвалите, что вот мы работаем, а вы отдыхаете. Или у нас вот объединяем ландшафт, дом, интерьер, душевное пространство для жизни. Воплощаем вашу мечту о комфортном. Откуда вы знаете о моей мечте? Ничего вы не знаете. И в уютном доме, в реальности, взяв на себе заботы по ее реализации. Мы приведем вас из мечты в сказку. Вот какое-то супер волшебство, непонятное, неясное, фокусники. А что вы делаете, я до сих пор не понял. Я уже промотал один экран, второй экран. А вот только я домотал, чем мы можем помочь. Вот смело все, что выше, удаляйте, уничтожайте. И просто вот отсюда начинайте. Что мы делаем? Вот это нормально. И почему вы нуждаетесь в нас? Я ни в чем не нуждаюсь. Не надо принуждать человека к чему-то. Это какое-то... Откуда вы знаете, в чем я нуждаюсь? Я, может, не хочу в чем нуждаться. Я убираю себе нормального, ответственного специалиста, который не пытается мной манипулировать, не обращается, что я в чем-то нуждаюсь, и не убеждает меня, что я какой-то... Ну, не такой, что я в чем-то нуждаюсь. Нет, я хочу выбрать конкретно... Моя цель такая. Это не нужда, это то, что я... Мой выбор. Нужда лучше не писать. Участок для дома. Если вы не можете определиться с географической точкой будущего дома, не знаете, какой выбрать ландшафт. Не знаю, не могу. Ну, как бы... Хорошо, если я не могу или не знаю, лучше всего не писать, что если я не могу, не знаю, да, может быть, сразу посоветовать. Типа, как выбрать... То есть, что я могу сделать? Надо убрать у вас, что мы что-то не можем, на ситуацию такую, что вы можете сделать. То есть, я могу помочь определиться с географической точкой будущего дома. И почему это ценно? Почему это ценно? Может быть, я вообще об этом не думаю. Что значит географическая точка будущего дома? Это значит, где строить, да, в каком направлении, или что это имеется в виду? Или на возвышенности, или в болоте. Вот я не очень до конца понимаю данный термин. Ну, то есть, не очень понятно это все. Не знаете, какой выбрать ландшафт? Как мы выберем ландшафт, если мы там еще не определились? Тоже не ясно. Лучше конкретно, да, что вот в каком районе купить дом? На плоскости или с рельефом? Вот это четко, конкретно и понятно. Если вы это имеете в виду. Я понял, по крайней мере, вот это. Мы поможем определиться с местоположением участка и подберем предпочтительный. Хорошо. Поймете, где хотите жить, каким должен быть участок по форме и размеру? Какие соседи должны его окружать? Я бы здесь предпочел, чтобы не это писали, что вот я что-то пойму и сделаю, а конкретно. То есть, можно сделать даже таблицей. То есть, лучше всего не лить воду, а сразу предложить какие-то решения. Примерно это может выглядеть следующим образом. Пройдите там условный тест какой-то. Типа, одиночка с семьей, с маленькими детьми. И вот будет тут написано. По категории там дом. Дом не нужен, квартиру купите в центре. Здесь, типа, дом нужен на рельефе. Здесь дом нужен рядом со школами. И вот какие-то такие вещи. Пусть человек сам в этой квалификационной таблице увидит себя. Тогда он поиграет немножко с ней, увидит, что вы эксперт, что вы разбираетесь. И здесь какие-то советы эксперта. Тут можно себя поставить. И тут будет написано «советы эксперта». Пришлите там, допустим, введите свой e-mail. И по вашему e-mail я дам вам обратную связь. Уже дам консультацию конкретную. Тогда уже представьте, человек вместо того, что он прочитал, он увидит какую-то конкретную полезную вещь. И он не прочитает, что вы что-то можете, а увидит, что вы реально можете и что вы эксперт. Проекты домов. Если вы можете определиться с площадью, то же самое. То есть, если я не могу определиться, дайте мне инструмент. И, в принципе, тогда я что могу сказать, если вы так сделаете, то будет очень здорово, что вы сможете презентовать инструмент. То есть, вы можете говорить, не чем мы можем вам помочь, а три инструмента выбора идеального дома. Это будет у вас реклама. То есть, вы можете рекламу в интернете, в фейсбуке сделать таким образом, что три инструмента, которые используют профессиональные дизайнеры для выбора дома. И даже если вы не знаете, какой он будет. Вот, вы можете это сделать спокойненько. И тогда на эту рекламу будут кликать большее количество людей. Клик у вас будет недорогой. Люди сюда заходят, а вы говорите, пройдите тест, квалифицируйтесь. И, в принципе, здесь уже все будет адаптировано. Я бы так, наверное, сделал. Это было бы, ну, если вот такой способ использовать, это, мне кажется, было бы разумно интересно. То же самое с ландшафтным участком. Стилистика. Вот даже пять у вас, шесть. То есть, идея-то хорошая, только нужно показывать, не если вы что-то не знаете, а показывать то, что мы знаем и как нужно делать. А вот это что за ужас? Вот это никому не показывайте. Это что, это плохо или как? Вот это вот жучайшая жуть, абсолютно непрофессионализм. Так нельзя делать и так не надо делать. И, короче, лучше, лучше такой узел не показывать. То есть, человек, который мало-мальски понимает, он не хочет вот так вот жить, точно. Он не хочет вот так вот ютиться. Он не хочет делать вот такую вот штуку. То есть, нормально люди так не делают. Нормальный санузел выглядит не так. Он выглядит нормально, когда заходит человек, здесь у тебя там раковина, где-то там у тебя душ, у тебя есть там на все место и, соответственно, спокойненько все размещаешься даже, да, не так. То есть, ты заходишь на раковину, у тебя красивая вещь там, санузел может быть или душ вообще где-то вот здесь, а здесь там, ну, какие-то еще там элементы. Вот, соответственно, ни в коем случае не так. То есть, все распределено должно быть. А здесь видно, что куда-то что-то как-то пытались ютиться, уместить. И даже если это нормальные чертежи якобы, да, то вот эта вот адовая планировка, ее никому не показывайте, сотрите ее и, ну, не допускайте. Я вот не знаю, вы профессионал, если вы такое вот как бы делаете, рисуете, или это не вы. Вот я до конца не понял, да, если это не вы, то прошу прощения. С планировкой тоже, кстати, посмотрю. Ну, тоже, да, вот эти вот угловые решения, это жутчайшая дичь, не надо так делать. Надо нормальные планировки делать. Если есть другие, лучше сделать другие получше. Так, рабочий проект, окей. Комплектации, контроль поставок. Ну, тоже какие-то непонятные штуки. Что это такое, обои выбираем. Ну, не ясно, иллюстрация не ок. Дальше. Вот это хорошо, да, вот что-то на авторском надзоре, то есть какой-то логотип, что это такое только. Ну, как бы, причем тоже какой-то лист там смотрится. Ну, то есть в целом нормально, да, есть какая-то движуха, вот. И есть понимание, что здесь что-то происходит. Но, как бы, можно получше было снять. Так, хорошо, с этим окей. Идем дальше. Работа над проектом. Как сделать запрос. Свяжись с любым удобным способом, расскажем свои мечты. Мечте. Да не хочу я связываться, я не хочу, чтобы меня грузили. Меня сейчас будут продавать, я сейчас буду полчаса или час времени своего тратить, чтобы меня там грузили. Типа, вот, как вот мечта. Я точно этого не хочу, я не буду связываться. Мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий. Если оба стороны придут к соглашению, то назначим встречу. Ну, типа, еще и набивайте себе ценность. Ценность не надо набивать, что, типа, вот так вот. Если обе стороны придут к соглашению, ну, типа, вот мы тоже крутые. Чтобы вы крутые были, надо вот это показать, вот как я сказал, чтобы человек сам понял, что вы что-то понимаете и захотел это купить. А здесь вы как бы предлагаете, еще не доказав свою компетентность, а может быть даже подпортив ее где-то, потому что я сейчас в негативном расположении, потому что я чувствую, что вы везде говорите, что я какой-то неудачник, у нас вот много проблем возникает. Это не очень хорошо. То есть клиент должен чувствовать себя хорошо, тогда он будет нормально читать все это дело. Если он не готов учиться, то есть если он заранее не готов учиться, то очень важно, чтобы он воспринимал ваши рекомендации, советы не в штыки. Я осознанно сейчас понимаю то, что я сейчас рассказываю, но тоже возможно, кстати, будет в штыки принято. Почему? Потому что я стал критиковать то, что сделано. Но у меня нет задачи, вам понравится, чтобы вы у меня что-то купили, у меня есть задача объяснить, как это правильно. Поэтому я здесь не совсем стесняюсь в выражениях, и я могу это делать, потому что вы уже отправили ко мне, то есть статус эксперта уже как-то призван, то есть его не надо заново продавать. Если это так, то тогда вы тоже так можете делать с клиентом, и возможно это будет окей, потому что в целом, клиент сомневающийся, который смотрит, видит какие-то вещи, он уже хочет, то есть тогда вот так вот уже можно писать, потому что у вас статус есть, и вы можете делать в принципе все что угодно, в том числе и на минусы указывать клиенту, если они есть. Как я вам сейчас указываю, я могу это делать. Вы тут просто можете либо обидеться, либо нет, но в целом мои советы полезны, если там не обижаться. Но вы можете делать это только в том случае, если клиент признал в вас эксперта, вот как вот только что мы сейчас обсуждали. Здесь этого еще нет. Но я вам дал стратегию сейчас, если вы это увидите, то для того, чтобы вы могли это писать, чтобы клиент на этой страничке увидел в вас эксперта, то вам надо сделать тест, заменить картинки, и тогда вы будете в целом как бы в его глазах уже экспертом, и тогда его желание заполнить табличку и нажать на кнопочку «Я хочу с этим экспертом проконсультироваться», она будет оправдана, она будет логична. Сейчас пока такого нет. Надеюсь, иллюстрация, которую я сейчас сказал, понятна. Подписание договора. Первая встреча, знакомство, чтобы сотрудничество было… Ну, окей, вот это вряд ли будет читать, лучше картинки сделать. Запрос, значит, договор, этап работы, сопровождение проекта. Так, хорошо, комплекс наших услуг и наш профессионализм дают гарантию, что ваши нервы будут в порядке. Я не понимаю, какой комплекс ваших услуг, и вы не продали свой профессионализм, потому что я, кстати, ни одного объекта вашего не увидел. Где хоть один ваш объект? Это какие-то люди непонятные мне, это какой-то дом американский, это какой-то сад там французский или из Лондона, я не знаю, английский. Вот, тоже какие-то чужие люди. Где ваша работа? Ни одной вашей работы нет. Ну, то есть я подозреваю, да, что вот это, наверное, и вот это, да, что надо точно поправить. А что вы конкретно сделали, непонятно. Как я могу узнать профессионализм? Покажите сначала, что вы сделали, а потом я пойму, что да, вот профессионал. Дают гарантию, что наши нервы по порядке, бюджет с экономией, семейная часть не поправится. Ну, это все какое-то вылезти в мою жизнь, в мои какие-то личные переживания. Откуда вы знаете, может, у меня и семьи-то нет, и я ее не хочу. Откуда вы вообще про меня что-то знаете? Ну, непонятно. Наши проекты, вот, вот, отлично. Смотрите, то же самое. Вот то, что я рассказывал ранее, да, когда комментирую. Покажите конкретно, что вы делаете. Вот наши проекты, что мы делаем. И тогда, сейчас у меня уже к вам доверие есть некое. Я вижу, что вы что-то сделали. Хотя я не понимаю, что это за угол, честно говоря, и что вы тут картины расставили. Как проект, я это не понимаю. Но хотя бы что-то живое. Вот еще один угол. Окей. Еще один угол. Фотографии, ну, то есть, я понимаю, что вы делаете какой-то декор, декоративный, какое-то оформление. Причем здесь какой-то пакет. Нет, это очень плохо. Вам надо все это делать, переснять, нормально. Ну, я бы это не купил, никому бы не советовал. Вам надо переупаковать эту всю историю нормально. Да, что это такое? Вот что вот это вот такое? Вот что там такое? Там какая-то штука? Ну, хоть в фотошопе ее замажьте. Что это такая за тема там? Не ясно. Очень отваливается. Ну, нет, ну, это очень плохо. Очень плохо. Объективно, да, я вот там ничего не говорю. Просто это надо переделать. Надо это перефоткать, съездить, сделать нормально, нормальную фотографию, дневной свет. Ну, нет, это вообще не идет, конечно. Да, вот так вот тоже. Нет. Нет, 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 нет. Вам надо, возможно, работа и портфолио хорошая, но нам нужно сделать нормальный стайлинг, да, нормально сделать фотографа, взять не с айфона, фоткать. Короче, вам нужно заморочиться, иначе, ну, я не то, что говорю, что это не будет работать. Возможно, у вас это работает. Я говорю просто, чтобы я бы никогда не нажал при альтернативе огромнейшей в интернете, да, если вас не знаю, да, и не доверяю вам лично, да, как профессионал, может быть, к вам идут только по рекомендациям, тогда сайт вам даже и не нужен этот. Зачем с WhatsApp показывать, что вы делаете, и все. Но если вы делаете сайт для людей, которые будут там что-то смотреть, это не годится. Нет, это так нельзя. Стоимость услуг, сэмэ прайс, отлично, да, я должен что-то скачать и какой-то прайс смотреть. Нет, сразу укажите, что за прайс. Да, ну вот стандартный проект, вот тут еще там целая тема, которую я буду там изучать. Нет, лучше сразу указать примерно прайс, ну, как бы что, по ценам я должен что-то, какое-то впечатление составить. Цены нужно обсуждать желательно уже после того, как я пойму, что вы эксперт. А сейчас получается сразу, ну, в конце только прайс хорошо подготовлен, детально, да, вот, все остальное очень-очень слабо. В первую очередь я бы начал с упаковки все-таки портфолио, потому что это наше лицо, это то, что мы делаем. Если вы сделали этот один объект, его тоже можно хорошо упаковать. Просто перефоткайте его, подпишите, что где, опишите, где, как вы делали, сделайте тест, то, что я выше сказал. И это уже будет в 100 тысяч раз лучше работать, хотя бы на конвертацию клиента в консультацию. После того, как вы хотя бы клиента на консультацию привлечете, там уже вы сможете ему и прайс показать и все остальное. Вот, консультация бесплатна, надо не консультацию, а результат консультации сделать. Вот, поэтому в целом все очень плохо, но как сделать, я, по-моему, сказал, если есть желание, делайте. Прошу не обижаться, да, здесь идет именно рекомендация, потому что если я буду сглаживать углы, то будет не до конца понятно, что делать. Лучше я буду максимально полезным, хоть и не всегда приятным человеком. На этом все, если есть какие-то работы, присылайте, будем смотреть, разбирать. Если хотите с этим поработать, приходите в клуб системных дизайнеров, где мы это все проходим, ссылка будет под этим видео, ну или пишите в директ. Все, советуйте друзьям, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok